о которых застройщик до последнего молчал. Солнышко, какую мы поставим оценку застройщика? Раз, полотно, два, три, четыре. Отлично. И такое ощущение, знаете, как будто что-то отвалилось. И здесь, друзья, смотрите, что есть. А что же здесь спрятал застройщик? Реально смотрится красиво. И так пойдет. У тебя есть здесь местечко, вот оно. А квартира мне нравится уже. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Жилой комплекс «Окло» возводится в Приморском районе Санкт-Петербурга. Застройщик приобрел проекты у «Айкюмена». В части возводимых корпусов «Айкюмена» является генподрядчиком. Проект разработан в проектном бюро «М4». Название комплекса интригующее. Я не нашел в интернете перевода этого слова, но если прочитать его с задом наперед, то получится «Алко» многообещающее. Комплекс расположен между Суздальским шоссе и Новоорловским заказником. Ближайшая станция метро «Парнас», до которого 4,4 километра. До станции метро «Просвещение» 4,3 километра. И до «Озерков» 4,6 километра. Застройщиком комплекса выступает специализированный застройщик «ЛСТ-Эксперт» с уставным капиталом в 400 миллионов рублей. Друзья, это вам не 10 тысяч рублей, как и у большинства застройщиков. Ну и с сотрудниками здесь тоже все в порядке. Они есть. Есть норматив по парковочным местам. Но застройщики хитрят с этим, а гострой надзор и город идет им навстречу. Поэтому, друзья, мы нарезаем не один круг, чтобы припарковать своего железного коня. Этот проект не исключение. Здесь есть двухуровневые парковочные места. Таким образом, застройщик увеличивает количество парковочных мест. А гострой надзор это принимает. При этом не забывайте, что монтаж подъемников стоит денег, как и сам подъемный механизм. Также и в проекте есть места вне территории комплекса. Но это там уже, где кипит жизнь и все давно забито машинами. Ну что, спасибо вам за такое. Класс энергоэффективности зданий А и Б высокий. Высота потолков в зданиях от 2 метров 67 сантиметров до 3 метров 71 сантиметр. Все в зависимости от выбранного вами корпуса. Пяти строящихся зданий и двух зданных будет 1853 квартиры. И 837 машин и мест в подземных и наземных паркингах. На минус первых этажах будут и кладовые помещения от 215 тысяч рублей за 2,26 квадратных метров площади. Квартиры в комплексе представлены от студий до четырехкомнатных квартир. Студии и однокомнатные квартиры займут почти 52% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 34%, трехкомнатные квартиры 14% и четырехкомнатные квартиры 0,54%. Квартиры за строчек передают с отделкой и без отделки. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 7 миллионов 300 тысяч рублей в черновой отделке. Нужны актуальные цены и наличие квартир? Оставьте заявку на andreyartemov.ru Или напишите в моей соцсети. Они в описании к этому видео. Согласно разрешении на ввод в эксплуатацию, первые дома застройщик сдал 9 июня 2022 года и 27 апреля 2023 года. Вместе с многоуровневым паркингом. Стоимость многоуровневого паркинга на сегодняшний день составляет от 714 тысяч рублей. Дома сдали? Идемте все внимательно смотреть. Дома смотрятся красиво и здесь видно, что не так давно уже уложили траву. Потому что когда только начали выдавать ключи, ее почему-то не было. Здесь уже немножечко она пожелтела. А вот и этот сданный паркинг. Дом сдан, но до сих пор пока еще закрыт забором. Здесь как раз видно делают озеленение. На крыше строители что-то достраивают. По мне как-то очень странно сдать дом, но при этом его почему-то достраивать. Фасад здания. Здесь у нас фасад сделан из плитки под кирпич. Смотрится неплохо, но конечно есть вот такие моменты. Можно было все это сделать немножечко аккуратнее. Отмыть окна и смотрелось бы, конечно, красивее. А дальше у нас идет обычный мокрый фасад. Но как же современный проект без приемков? Давайте спустимся и посмотрим. Здесь у нас плитка, здесь она уже закончилась. Тут мы видим ведра, строительный инвентарь. Да, здесь мы видим, что была водичка, была сырость. И вот обратите внимание, что где-то вы видите, друзья, куда уходит эта вода. А вот куда она уходит. Слушайте, а есть здесь местечко. Ну вот оно, ну ничего себе. Ну, табличек нормальных у застройщика не хватило. Пожарная, насосная, а здесь насосная станция. Вы уж определитесь, что здесь пожарная, насосная или насосная станция. Ладно, мы будем докапываться, двери закрыты. Что-то видно через окно. Так, темно, ничего не видно. Ступени достаточно высокие. Это, ладно, кривые косые, но хотя бы не торчит арматура, как у некоторых застройщиков. Ну, видите, как эти плитки выглядят. То есть крепится навесное оборудование, вставляются эти плитки, потом зачеканиваются швы и все. Ну, вот здесь-то надо было как-то сделать красиво. Ага, здесь же не так видно и так пойдет. Ну, и здесь аналогично. Более-менее подрезали, но не подумали о том, как это закрыть и сделать красиво. Ну, здесь, конечно, тротуар шикарный. Когда-то, возможно, появятся кусты и деревья. Ну, и обязательно, друзья, сравните это с рендерами застройщика. Все ли так, на самом деле, как у застройщика в его картинках. Входная группа, первый этаж. Есть лавочка, красивая урна. Вход в уровень с землей. Обычный, простой доводчик. Огромное количество остекления. Строительный какой-то тут мусор или бардак. Небольшой такой прямочек, чтобы уложить коврик. Есть тамбур. Система допуска. Сейчас, конечно, понятно, они тут все открыли. Для того, чтобы ходили строители и люди. Тут мы видим этажность. Видим, на каком этаже находится какая квартира. Азбука Бор или, если не ошибаюсь, для слепых человек. Чтобы они могли тоже это все прочитать. Рубитек. Дом.ру. Приложите ключ к экрану. Консьерж. Высов. Слушайте, он смоется прикольно. Наверху мы с вами видим отделку горельята. Потолок черный. Было бы все круто, если бы он был бы отмыт. А здесь, конечно, все в грязи. Ну и, конечно, датчики они белые. Демонтированные колпачки это плюс. Но белые датчики бросаются в глаза. Были бы черные, смотрелось бы, конечно, лучше. Тут у нас второй получается. Тамбур. Здесь у нас помещение консьержное или северное, непонятно. И здесь нас встречает доступная среда. Вот это такое ощущение, что для пулемета Максим сделали. Но вот как сюда затаскать коляску с ребенком? Ну это какой-то ужас. Здесь красивая отделка. По дереву. Смотрится неплохо. Почтовые ящики утоплены. Нумерация. Но нумерация, кстати, достаточно плохо видна. Если бы вот здесь они были бы, ну, наверное, разделали черным под все вот эти двери, была бы перфорация, например, там или насквозь было сделано, ну, смотрелось бы получше. Или хотя бы там серебристые таблички бы приклеить. Ну, это на мой взгляд, потому что вот так смотришь и особо их не видно. Ну, со временем, естественно, запомнишь. Есть колясочная. Тут пока все открыто. Какие-то полочки, знак, что если что-то можно прикрепить велосипед в свою порчню, чтобы не украли. Но по мне странно, что я вот здесь не вижу видеонаблюдения. Вот, честно говоря, хотелось, потому что, к сожалению, у нас в России воруют велотранспорт. Здесь, конечно, из плюсов у нас есть вот такая штука. Это у нас гофра. Видите, там можно провод вытащить. А вот здесь уже его вытащили. О, как вам нормально? Да, понятно, что здесь вольтаж на 12 или 24 вольта, но как-то сдали-то дома, почему не доделали? Вообще, по мне, странно. Это у нас санузел, похоже, гостевой. О, тут даже есть вода. А где место для мытья лап? И очень странно сделана вентиляция канализации прямо здесь-то, чтобы вы это все нюхали. Интересное решение от застройщика. И еще мне непонятно, почему здесь нет никакого указателя, что конкретно здесь. Ну да, тут дверь такая, конечно. Очень мне нравится здесь подсветка. Очень классно, стильно сделано, что, смотрите, в одной получается плоскости, что-то под дерево. Это очень похоже на бук, имитация бука. Цифра 2, цифра 1, вот такие светильники. Очень красивые звоночки, молодцы. Ну вот это, конечно, смотрится так себе. Отделка называется «Карта мира». Ну, могли бы, конечно, что-то посерьезнее сделать. И без вот таких мест, где они где-то дополнительно прогладили, это бросается, к сожалению, в глаза. Здесь информационная табличка «Живи, Восток», управляющая компания. Ну, не видно никаких ни лицензий, ни графиков работ, ничего. Только сообщения проведения общего собрания. Ну, все голосуем за управляющую компанию застройщика. Кстати, обычно у них достаточно неплохо управляющая компания выполняет свои дела. Здесь какие-то панели из гипса. Слушайте, такие ребристые. Вот здесь должен быть светильник. Светильника почему-то нет. Ну, нормально, это же новый дом. И, соответственно, вот само вот это покрытие смотрится достаточно классно. Здесь у нас вот такая красивая подсветочка. Слушайте, ну, они, видно, старались, но до конца не постарались. Огромное зеркало почти от самого пола почти до самого верха. Ну, и вот виден питательный кабель, который питает электричеством. Ну, блин, почему нельзя было сделать это сразу хорошо? Друзья, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Такое вам не каждый покажет. Здесь мы видим уже стандартные таблиточки для того, чтобы понимали, где лифтовые кабины. Здесь, кстати, у них три лифта. Раз лифт, два и три. И посмотрите, пожалуйста, как здесь делал застройщик. Таким полукругом, обрамлением. Слушайте, ну, смотрится красиво. Реально смотрится красиво. Также есть этажность от первого под вот четвертый этаж. Где-то уже не хватает цифрок. Или упало. Или кто-то забрал себе на память. Ну, естественно, понимаешь, на каком этаже, какая квартира, если ты вдруг забыл, куда ехать. Не работает. О, этот работает. До этого не работал. Мои любимые забрала. Ну, что, Ленстройтрест практически смог это реализовать красиво. Здесь немножечко надо саморезики подкрутить. Образите внимание, друзья. Сделали практически под цвет стены. Понятно, что данный колер на стене смотреться будет одним цветом, на металле другим. Ну, вот здесь, конечно, нужно делать поаккуратнее. Видите, немножечко. Больше, наверное, крепление, либо какой-нибудь другой пустить уголок, который не такой жиденький. И здесь у нас тоже зеркало, и тоже с подсветкой. Ну, слушайте, смотрится очень классно. Но, кстати, когда вот такая подсветка, вот здесь сразу видны такие неровности стены. Поэтому нужно делать ровней. Ну, да, само примыкание, обратите внимание, все неплохо. Ну, вот здесь саморезики надо было бы покрасить и подкрутить. Ну, и все, молодцы, неплохо. А вот защитные колпачки почему-то забыли снять. Странно. Цифра 1 тоже с подсветкой. И смотрите, какие красивые панели. А что же здесь спрятал застройщик? Ну, ничего себе. Обратите внимание, как красиво сделали. Здесь должны быть пожарные рукава. Их почему-то нет. Смотрите, какой бетончик-то красивенький. Какие-то бумажечки лежат. О! Слушайте, молодцы, кстати, прикольно сделали. И вот эти ящики не смотрятся так убого, выпирающие, как это обычно происходит. Ну что, нажимаем кнопочку и едем на самый верх. Друзья, обратите внимание на отделку лифта. Вот, не знаю, это кто-то застройщик или смарт-хом, интернет-провайдер. Но смотрится, конечно, очень красиво. Светлый, классный. И вот такое антивандальное покрытие временное. Оно, я считаю, должно быть у всех подсюда заходишь, и тебе приятно. А не, как обычно у всех, ощущение строительного вагончика. Но первый нюанс, конечно, понятно, лифт стоит вот так, поэтому длинномерные предметы сюда не очень комфортно загружать, но это ладно. Обратите внимание на лифт Alex Lift, а по проекту Otis. Интересно. Обещали одно, поставили другое. Но на этом мы не будем с вами зацикливаться, потому что понятно, что с Otis большие проблемы. И застройщик нашел то, что есть. Кстати, едет тихо, хорошо. И вы знаете, вот сама эта панель смотрится круто. В Otis, то, что я видел, такого никогда не видел. Едет, разговаривает, понятно, что идет вверх. 24 этаж. Красиво смотрится кнопочкой. 24 этаж у нас и здесь. И здесь. И обратите внимание, какая здесь красота. Вот эта, кстати, подсветка очень классно смотрится. Плитка достаточно большая. Блин, а у нас тут можно жить. 3,71, дают о себе знать. Вот там тоже странно. Здесь снято, тут не снято, ладно. Вы уже все поняли. Так, кто у нас там в домике живет? Музыка играет. Слушайте, неплохо. Достаточно хорошая отделка, напоминает тот же первый этаж. И обратите внимание на забрало, как все четенько. Молодцы. Очень и очень неплохо. Тут уже другие двери. Попроще. Но есть стекло, сразу видно, кто-то есть, там кого-то нет. У нас есть ограничитель двери. Но до того, как его поставили, видите, немножечко проломили стенку. Надо заделать. Как ты красиво скрипишь. Вторая дверь. Трясем. Держится крепко. Слушайте, и здесь ограничитель. По переходной балкона тут осталась, конечно, грязь от застройщика, от строителей. Немножечко сделан с уклоном, чтобы вода стекала. Он, видите, открытого типа. Здесь нет закрытого, чтобы ничего через него не было видно. Соседний, сданный дом. Внизу видна территория. При этом, видите, у дома что-то здесь сделали, а здесь что-то, я не знаю, как-то не доделали. Большое количество леса. Это, конечно, огромный плюс. Но вот я, например, смотрел, знаете, не понимаю, там застройщик говорит, что ходить до леса, гулять. А как здесь пройти? Только вот здесь, куда-то туда идти, но там канава какая-то. И не видно никаких тропинок, чтобы люди ходили по всему периметру. Потом, если посмотреть вот сюда, здесь аналогично. А, вот здесь уже дорожки видны, друзья. Ну, возможно, здесь. Напишите, кстати, в комментариях, ходите ли вы в лес, и можно ли здесь делать шашлык. Выходим на лисичные марши. Лисичные марши с бетонного завода, смонтированные застройщиком. Все ровно красивенько. Даже они, видите, что-то здесь отмывали. То есть они не заляпанные, не убитые. Здесь свет стен и сама штукатурка очень похожа, как и в межквартирном коридоре. Энергоэффективные лампы. Здесь все белое, красивое. Ну, поручни бы, наверное, чуть лучше отмыть. Слушайте, держится крепко, друзья. И вот обратите внимание, то есть это недорогая конструкция. Но из-за того, что, во-первых, здесь нет сверху линолеума, но она смотрится намного интереснее, чем с этим линолеумом, который, к сожалению, постоянно отваливается и идет волной. Выход на кровлю. Ну, тут тоже все чисто, красиво. Есть окно, ничего себе, через которое можно посмотреть. Чистенько, красиво, немножечко видно песка. А, это, наверное, на что крепили, возможно. Но пока ничего такого не видно. Гидроизоляции-то вообще как много. Ну что? Закрыто. Ну, ладно. Спустимся с вами на 18 этаж. А вот спускаешься, если не посчитать, то даже не знаешь, на каком-то этаже. Потому что почему-то нет табличек. Вот здесь, видите, написали маркером строитель 23. Странно очень по мне. И смотрите, что здесь видно, друзья. Они не приварили, а закрепили. И вот это смотрится намного красивее. И здесь поэтому не будет ржавых потеков, как в других объектах других застройщиков. Оконный завод Лабрадор. Нормальное название. 18 этаж. Уважаемые строители, спасибо, что вы это написали. Так бы я бегал бы и сказал бы. Это телевидение? Да. Андрей Артемов. Здравствуйте. Приемка квартиры идет. Большое количество людей. Меняют уже стеклопакеты. Куча-куча всего для того, чтобы что-то где-то доделать. И вот смотрите, что первый этаж обрамления одного цвета, что на 18-м. Вот это, конечно, большой плюс. Ну, с уголками, конечно, они немножечко не рассчитали. Табличка криво висит. Ну, это я уже придираюсь. Ну, посмотрите. Ну, смогли же. Еще бы герметиком бы прошлись бы в цвет. Вообще была бы красота. И здесь не как у некоторых. Но вот с этим что-то надо делать. А что же, друзья, спрятано вот за этими дверьми? Давайте вместе посмотрим. Закрыто. Блин, закрыто. О, открыто. Коллектор. Вода. Обратите внимание, как красивенько-то сделали. Господи. Вот умеет же кто-то так делать. Также, друзья, пару слов про коридор. Обратите внимание, стенка ровно здесь, ровно здесь. Никаких тебе ниш, как у большинства застройщиков. Ну, вот молодцы. Здесь есть за что похвалить реального застройщика. И вот здесь обратите внимание, вот как на первом этаже. Вам нужны рукава пожарные. Нажали, открыли и еще раз открыли. Вон, видите, даже открывать. Ну, что-то с рукавами проблема. Но, надеюсь, доложит управляющая компания. Блин, ну вот круто же. Кто-то смог сделать это. Молодцы. Красавцы. Ну, вот спустился уже, друзья, аж до шестого этажа. Первое, конечно, замечание к застройщика, что нет указателя этажности. Это раз. Ну, и второе, конечно, все здорово, что обратите внимание, какие лестничные марши. Без всякого говнища, как это обычно. Единственное, конечно, здесь, понятно, со временем уже управляющая компания отмоет все эти перила. Потому что на них осела вековая пыль от новостройки. Везде есть ограничители. Красивенько окрасили. Ну, молодцы. Видите, цвета, кстати, такие же, как и в входных группах. То есть все, знаете, такое в едином сделали стиле. Приятно. Бутылочку оставили, накурили. Ай-яй-яй. Фу, господи, какой запах. А вот если посмотреть сюда, здесь тоже видно, что какой-то проте висит. В непонятном помещении 11 Дефис Н. В соседнем сданном доме уже есть какая-то инфраструктура, лайк-маркет, ингредиенты, еда. Ну, в общем, за едой можно куда сходить. Так, вот он сданный дом. Здесь мы видим, что делают, обустраивают озеленение. Надеюсь, скоро появится травка, так же, как и здесь. В принципе, все красиво. Самый здесь основной для меня личный вопрос, друзья, это парковка. Здесь с ней просто жесть. Я проехал 3 или 4 круга и уехал парковаться в Новоровске, потому что здесь просто не было мест. Некуда приткнуть свой автомобиль. Ну и, конечно, вот это. Лен-Стур-Утрест. Ну, блин, что это за дела такие? Вы же дом сдали. Где тротуар? Это что-то жалкое подобие. А где озеленение? Почему его здесь нет? Ну, надо исправиться. Вот здесь, обращаю внимание, какие елочки большие посадили. Суздальская, дом 18. Слушайте, красота, молодцы. Но из кирпичика, конечно, панели смотрятся. Вовсе импатичней. А вот здесь мы с вами видим обычную рулонную траву. Знаете, такое ощущение, что ее вот-вот только-только привезли и раскатали. Продукты, продукты. Название корпуса гамма. Слушайте, а здесь входная группа-то такая вообще крутецкая. Живи! Кстати, чуть было не забыл. Вот смотрите, мы с вами зашли, к примеру, на улице минус 10. Здесь уже теплее. О, здесь еще управляйка сидит. И для того, чтобы пройти дальше, вот как раз он домофон. Тут у нас, да, должно быть закрыто. Все закрыто. Соответственно, мы здесь уже в теплее вытащили ключик, нажали кнопку и пошли дальше. Вот, молодцы. Вот у них, кстати, это во многих проектах, а может быть даже и во всех. И мне это нравится. Но отделка, конечно, мне вот в новом корпусе больше нравится, чем в этом. Док-пакеты. Красавцы. С плиткой. Где-то здесь она, видите, уже пул выходила, я где-то наступал, и она шаталась. Здесь, конечно, по-нормальному. Вот, видите. Смотрите. Нужно ее перебрать, уважаемый застройщик, и сделать, чтобы было все классно. А так, конечно, само озеленение, сами тротуары, дворовая плитка. Смотрится классно. О, кофейня, надо зайти. Это двор. То, что там, в принципе, двора вообще не видел. То есть это, получается, ближайшая детская площадка, куда можно зайти и поиграть с ребенком. Что-то все было закрыто, сейчас открыто. Это кустики, елочки, травка. Вот такое детское оборудование. Знаете, такое ощущение, что они вот-вот только сделали, а первый дом целый год стоял вообще без ничего. Так, что у нас тут спрятали? Ага, оборудование. Вот, смотрите, сделали такую, как сцену, педестал. Тут я даже не знаю, что будет. А сюда можно прыгать, играть. Слушайте, а вообще круто. Для подростков, для молодежи самое то, где потусоваться. Арочка такая. Ливневка. И вот смотрите, как они прикольно разделились. Здесь детки постарше. Тут подростки. Здесь совсем мелкие. Блин, ну здесь вообще сказочно, друзья. Сейчас еще трава везде повыходит. Нормально у них. И будет вообще красотища. Очень приятно идти вот по этому покрытию. Вообще классно. Здесь можно попрыгать. Вот это просто классная тема. Здесь, похоже, должна быть песочница. Надеюсь, они насыпят песок. Есть качельки. Вот такие лазалки. Детям реально очень нравится. Они здесь будут бегать, постоянно играть. И, возможно, в ближайшие месяц-два даже не будут проситься в соседний двор. Да, вот видим, выводят песок. И здесь дорожка. Есть где посидеть. Есть урны. Слушайте, ну классно сделали. Очень классно. И вот эти семиэтажные дома, обратите внимание, тоже как красиво из этих панелей смотрится фасад. Молодцы, очень классно. Но, конечно, видовые квартиры, самые последние этажи, это все понятно, где другой. Но зато здесь, знаете, такая более уютная, наверное, можно сказать, атмосфера. Среда. 17-е число, 12 часов, 45 минут. Вот обратите внимание, что все забито машинами. То вот здесь, знаете, не дай бог что-то, то, не знаю, пожарная машина, МЧС машина поедет по тротуару, потому что достаточно широкие. Давайте попробуем пройти в сданный дом, который за забором. Вот здесь видите аналогичное крепление, вентфасада. Вот она, плитка, которую потом они вот так красиво зачеканивают. Слушайте, красавцы, вообще просто очень красиво смотрится фасад. Мне нравится. Здесь обратите внимание, вот она вся система видна, направляющих. Вот она стоит, плитка. Ее отсюда, друзья, не выковырить. То есть можно не бояться того, что она, к примеру, пойдет кому-то нагло, не бойтесь. Вот это все зачеканивают специальным составом. И смотрится это, вот как мы с вами уже видели. Входная группа в уровень с землей. У нас с вами первый тамбур, есть приема, где будет в дальнейшем лежать коврик. Ассалам алейкум. Парадная номер один, этажность и какие здесь квартиры. Слушайте, Рубитек очень, кстати, красиво смотрится. У него такое матовое покрытие. Блин, кнопочки, как знаете, на старых телефонах, как вот сейчас на современных ноутбуках. Кнопки очень круто. И здесь аналогичная ситуация, что вы зашли, сюда, например, поставили сумки, нажали, вытащили ключ домофона, приложили и пошли. А я вот здесь не буду все придираться к отделке, потому что, видно, они еще доделают в данном доме, ладно. Здесь у нас заподлицо почтовые ящики. Вот здесь, кстати, мне они больше нравятся, чем в предыдущем доме. Нумерация. Но нумерация, кстати, достаточно плохо видна. Красиво смотрятся вот эти панели. Вот здесь, видите, слушайте, эта штука. Уже что-то было. Видите, шарики повесили. Лифт здесь один. Такая же подсветочка. Такие же панели под дерево. Очень круто. Молодцы. Так, лифт, похоже, да, не работает. Чтобы подняться нам с вами на первый этаж, либо надо преодолеть ряд ступеней, если у вас есть дети, то вот нужно воспользоваться вот этим, вот этой убогой конструкцией. По-другому мне это не назвать. Она просто раскладывается. Так, она должна же поворачиваться. Вот так. Вот так она раскладывается. По идее, вы закатываете коляску с ребенком, оставляете его здесь. Соответственно, потом вы это складываете. Слушайте, скажу так, что если вы хрупкая девушка, да вообще, если вы девушка, то вы это уже сложить проблематично. Первый этаж, нумерация квартир с первой по седьмой. При этом, знаете, странно, это такое ощущение, что первая туда, седьмая туда. Как мне это пополам делить? Четвертая, третья, вторая. Надо было, мне кажется, писать там 1-3, 4-7. Что-то вот так. Давайте с вами поднимемся наверх. Здесь ограждающая конструкция из более толстого материала. Смотрится классно. Плитка. Да. Ну, вроде ничего тогда, но, блин, ни к сему, ни к городу, как говорится. Датчики на движение, чтобы включился свет. Второй этаж. Слушайте, плитку очень классно подобрали, мне нравится. Здесь, обратите внимание, аналогичные панели. Рабочие уже сказали, что все квартиры закрыты. Поэтому, к сожалению, квартиры посмотреть не сможем. Значит, потолок. Помните, в советское время были такие же потолки из советского гипсокартона с перфорацией. Вот здесь сделано аналогично. И смотрится, по мне, так очень прикольно. Светильники. Слушайте, ну, молодцы, хорошо, кстати, постарались. И здесь, друзья, смотрите, что есть. Вы поднялись с ребенком, вышли с лифта, повернули, к примеру, направо, прошли, дверь толкнули, и она закрылась. Такие уже системы доводчиков мы с вами видели в других объектах застройщика. Раз, видите, она стопорится. Молодцы. Молодцы. И вот здесь, кстати, отделка мне нравится больше. Здесь она ровная. То есть просто ровная, красивая стена, окрашенная. И смотрится как-то более уютно, по-домашнему. Я бы не рассказал бы это так. А вот так выглядит колясочная. С подсветочкой, плитка, окошко. Слушайте, большая, просторная. И высокие потолки. Здесь можно еще хранить что-нибудь, если сделать полочки. Чуть не забыл сказать, что здесь проходят линии электропередач. Сокращенно ЛАП. Поэтому, если кого-то это смущает, то нужно внимательно выбирать себе квартиру с другим соответственным видом. В пешей доступности бывший застройщик Юит. Теперь это у нас эталон. Возводит свои многоэтажки. Сборный из плит. Плюс здесь рядом есть ПИК. Есть жилой комплекс Фрэнс. То есть здесь достаточно такая, скажем, большая и плотная конкуренция. У каждого застройщика есть проектная декларация, есть сам проект, экспертиза проектной декларации, проектная документация. И это всегда нужно читать. Либо обращаться к профессионалу. Почему? Да потому что, друзья, там много написано интересного. И когда смотришь все эти проекты от начального до конечного, то есть масса, бывает немного различных нюансов. К примеру, в новой, сданной 25-этажке, застройщик уменьшил шумоизоляцию, толщину шумоизоляции в два раза. Представляете, какая разница? Поэтому обязательно смотрите и читайте. Заходите на Андрея Артемов.ру и там проверяйте все новостройки. Прямо с данного дома, обратите внимание, здесь влага. То есть, скорее всего, застройщик сделал неправильную уклонку, и вода собирается в углу, вместо того, чтобы уходить в специальные отверстия. Здесь, как мы видим, никак у большинства застройщиков голый бетон. Здесь просто плитка. Здесь уже нам знакомые панели смотрятся на самом деле. Классно. Вот здесь траву, знаете, вот такое ощущение, что вот они ее только-только уложили. Такое ощущение, что ее не было. Тут какое-то местечко такое специфическое, что что-то пошло-поехало. Тут провода, смотрите, как висят. Странно-странно. Куда же смотрит управляющая компания? Как-то достаточно близко здесь Юэт возводит свои дома. Небольшое расстояние тут буквально от Юэта до соседнего комплекса 25-30 метров. Как низко здесь летит вертолет. Кто же это мог здесь в нем лететь? Либо это обзорная экскурсия. Знаете, друзья, напишите в комментариях. Остановка общественного транспорта. И вот здесь у меня вопрос к местным жителям. Как отсюда выезжать и заезжать в часы пик? Поделитесь, пожалуйста, с нами этой информацией. О, Господи. Блин, не взял сегодня куртку. Вообще дубак. А, друзья, напишите в комментариях, что здесь с паркингом. Особенно интересует минус первый этаж. Если там влага, либо ее нет. И как вообще управляющая компания, по вашей оценке, справляется с взятыми на себя обязательствами. Ну, тут, вон, видно уже, двери все проржавели. Плитка, кстати, местами повыходила, то есть ее выперло. Он как здесь, к примеру, да? Вот она, видите, какое расстояние уже другое. Соседский центр ОКЛО. Ну, ничего себе. Скоро здесь будет аптека. Аптека, кстати, здорово. Один из первых сданных домов. Ну, что-то здесь такое ощущение, что было, демонтировали. Что-то пошло не по плану. Ну, заходим в почтовые ящики. Здесь большой плюс, что сразу видно, есть ли кавитанция и спам или нет. Колясочная в темноте. Огромное количество колясок. Дверь не закрыта. А, слушайте, друзья, нет, это такая девочка. Такое ощущение, знаете, как будто что-то отвалилось. Тут у нас плитка сделана в виде паркета. Слушайте, ну, прикольно смотрится. То есть, в принципе, недорогая отделка. Интересная система освещения. Знакомый лифт. И вот, кстати, обратите внимание, вот он датчик. Всего лишь один. Был бы сплошной, было бы намного безопаснее. Едем на последний этаж. 25-й. И здесь видно от провайдера аналогичная отделка. Спасибо тебе, iSmart Home. Здесь такой же жиденький металл. Так стоит. Поэтому, видите, вот так получается. Ну, вот он. Так, это что же у нас, грузы, пассажирские лифт, друзья? Блин, классно. Молодцы. Вот этот лифт, кстати, расположен вот так. Возможно, и в данном также сделано. Он не работал. Я там не был, поэтому не могу сказать. Если были и знаете, то обязательно пишите. Вот так он расположен или вот так. Ну, мусоросборочная камера, считаю, в самом доме это так себе решение. Друзья, здесь окажется, есть детская площадка. Вот такая маленькая. Дом сдали, а какие-то приборы поставить забыли. Казматон у нас идет холодной. Даже на камеру хорошо видно, что дверь получается белая, а это такой серовато. Да, да, да. Ну и сами полотна, видите, как установлены. Что касается сантехники, по сантехнике у нас с вами протечек нет. В этом плане все хорошо. Вот. Большое количество замечаний по отделке. Самое главное и то, что обязательно нужно устранять, это пустоты под напольной плиткой. Их здесь у нас с вами 4 штучки. Вот здесь, тут, тут и вот тут еще она идет. Также настенная плитка не обошлась без пустот. Вот здесь вот тоже у нас присутствует момент. По плитке уложена она, честно скажу, не очень хорошо. Видно, да, наверное, без даже дополнительного освещения подобные уступы. Ванна хоть и выглядит загерметизированным, но на самом деле, если посмотрите вот на это примыкание, то есть она у нас, естественно, не держится, и это все потечет с временем. Вот. Сифон ванны сам по себе забит, вода плохо уходит, нужно чистить. Экран ванны не закреплен вот под вашей ногой, одно из крепежных изделий этого самого экрана. Вот. Затирка выполнена неравномерно, есть наплывы. Здесь опять же идут уступы по настенной плитке. Здесь то же самое уступы. Видно, да? Это все под перекладку. Вот. По унитазу унитаз закреплен. Здесь все в порядке, брака на бочках. Хотя их тут переставляют, между другом нет. Нет, смотрите, сейчас посмотрят. Есть еще замечание дойдут. Грубые царапины на остеклении витражном. Тут у нас нюанс в том, что если здесь стеклышко можно прямо сейчас достать, поменять, здесь уже стекло идет вклеенное, оно меняется чаще вместе со створкой прямо сразу. Вот. А ну как, получается-то. Ух ты, как ходит. Угу. Так должно быть. Да, да, да. Везде на этих створечках присутствует подобный люфт. Мы его записываем, вот чуть-чуть пытаются подрегулировать. Но вот структура такая, что она в целом вся идет так. После, кстати, сделали плитка. Кстати, даже ничего, потому что, например, многие ставят сюда отливы. Я вообще не понимаю, на закрытом балконе нафига здесь отлив. Но все равно вот эти нюансы, видите, там, ПВХ уголок здесь пальцем герметик намазали. Много вообще, просто, вон, здесь не к месту. Они просто прикрыли кривую, видно, кромку. Тут герметик, да, согласен. Причем видно, что стена вот такая вся. Если бы она, кстати, гладкая была, я считаю, что она смотрелась бы намного интереснее. Намного, согласен. Но по всем стойкам ЛКП также повреждено. Даже уплотнители, ну вот почему-то у каждого, ну, по полсантиметра где-то не хватает. Вот здесь не хватает, вот здесь не хватает, везде. Экономия. Какой бы узел мы с вами не рассматривали. Да, да, да. При этом вот снизу, если посмотрите, тут, наоборот, не дотягивается чуть меньше. Здесь, вон. Да, 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 да. Это вот по всем нижним смел-панелям идет такая история. Палец заласят. Да. Да, интелляция, чтобы дешевать. Вот, ну и понятно, загрязнение, хоть оно и возможно на этом фоне не очень значительное, но по факту тоже замечанием является. Видите, все в штукатурке, в какой-то краске. Естественно, как это все будет убираться, оттираться, не очень понятно. По радиатору у нас присутствует дефект лококрачечного покрытия. Выгорело у нас лококрачечное покрытие, скорее всего, из-за неправильного хранения элемента. Вот, видно, что он здесь белый, а тут такой уже желтый больше. Вот, вот там у нас лококрачечное покрытие. Присутствует просадка ламината у нас вот здесь, в этом месте. Да, прилично видно. Да. Вот, и плинтусы... Ну, где-то, я помню, мы снимали, там было больше. Больше было, да. Тут из нюансов то, что вот эти плинтуса, как бы, да, в них есть кабель-каналы, но застройщик их зачем-то приклеивает на герметик, и, то есть, когда их снимаешь, этот герметик, естественно, за собой тянет обои. То есть, вот то, о чем я говорю. Да, вот герметик. Да, идет герметик. И, как бы, человек захочет провести в кабель-канале какую-то опроводку, возможно, но вот это все вот таким образом выглядит. Ну, фига они это сделают. Да, и потом, когда его ставишь, он сразу же, вот, возникают зазоры. Ну, да. Здесь герметик торчит, желчее. Зачем они, я вообще не понятно. Да. Ну, и грязь, опять же, тоже от герметика, вот, видно, у всех плинтусовок, где пальцы промазывают. Ну, да, 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 то есть они пальцем промазывают, и грязные, и все оставили. Угу. Я вот не знаю, на камеру будет или нет, просто такая полоса идет только. Перекрас очень сильный. То ли пальцем они это мазали, или еще с чем-то. Здесь, на самом деле, каждый стык андрец. Кстати, здесь прикольно, что здесь раньше по проекту были кивы, а они сделаны Airbox, я считаю, что Airbox там много лучше, чем в деле к стене. Если любой стык, на самом деле, посмотрим, вот, особенно, так, чем дальше отойдем. А вот видно все эти полотненько, да, 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 они прям по полотно, видно, по стыкам. Просто смотришь, вот, пола, раз, пола, два, три, четыре. Было повреждение скол, просто подкрасили тоже чуть-чуть пальцем, особенно, когда дверь будет закрыта, это хорошо видно. О, да. Что идет такой ровный кант, а тут оп, а здесь просто... Да, в метель. Надо с дверьми поаккуратней быть. Да. кстати сами двери ты нормально с наличником я не так ощущаю что не самый дешевый урок купили реальный разный комплект разный комплект есть зазор и также по ламинату надо сделать потому что в дальнейшем если пойдет сюда вода вы естественно будете мыть пол поэтому может все сдуться и превратиться вот такие истории по практически всем углам присутствуют просадки по ламинату где-то чуть меньше где-то чуть больше то есть здесь небольшая по радиатору с вами уже переговорили по-хорошему его поменять потому что покрасить конечно это может быть на какое-то время и будет достаточно но со временем краска на в любом случае выгорает если она сделана не на заводе не порошковая вот он у вас ведь и желтенький такой по межкомнатным дверям прежде чем перейти к ним по стыкам обоев есть локальное отслоение небольшие но это принципе подклеивается по межкомнатным дверям дефекты заглушек где-то сколоты где-то треснуты на самих полотнах если взгляните посмотрите были повреждения ламинации тоже так частично все подкрасили естественно это все вот когда дверька закрыта будет хорошо видно все эти пятна на все двери не отрегулированы вот ручки люфтят также особенно когда кстати будете проветривать и вот это будет постоянно вибрацию то можно будет раздаваться далее получается по стыкам обоев если станете увидите каждый стык потому что через чем видим на перекрашивают вот 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 и где-то все равно недостаточно начинают отслаиваться ламинат здесь по углам опять же наступаю он ходит просадка идет там тоже самая просадка здесь как обоев он просто чуть-чуть обои пыль не поэтому стикеры не держатся отваливаются нам можно тогда дальше здесь занят это поправляется все придет этот либо он его поменяет заменит либо поправит сделает красиво но мне нравится само отверстие под вентиляцию такое ощущение что не ломовую взяли вы могли ровно сделать нормально деньги тоже получили со скорой крыльчатка крутят сколько один двадцать один ладон от 8 1 и 3 пациент на решетке должна быть функции и перекрывания на точке вот но застройщик это ломать его не знаю ну то что по форме не по форме если мы допустим у нас потом был бы ниже допуска тогда мы могли бы предъявить замечание что видимо сечения не соблюдено да а так в целом да естественно должна перекрывать отверстие самое главное именно в размер этого отверстия быть то есть нормативе нет такого да что эстетика должна быть и себя на прямоугольник значит прямоугольник остается главное чтобы вентиляционная решетка перекрывала вентиляционное отверстие форму но я бы предъявил бы скоро ребят сделайте красивым но и и как минимум и и как минимум нужно будет снять и повесить ровно потому что на вас не планина криво висит да вот и в целом возможно попросить поаккуратнее обои обрезать тогда будет ровнее это все если выглядеть стал застройщик оставлять просто отверстие в стене что-то эстетично выглядело правильно поставится заглушка вот такая молодцы оксалите симпатичный смотришь обычно просуда или провода висят тимур еще раз добрый день как у вас первое ощущение от вашей новой квартиры квартира в принципе понравилось конечно много есть недочеты но я думаю что это не критично в принципе потолок нерваный так есть недочеты конечно но я думаю исправит долго ждали эту квартиру дождались поэтому пока эмоции не дают ну нравится нравится если по пятибалльной шкале дать оценку застройщику какую оценку поставить солнышко какой мы поставим оценку застройщику по пятибалльный по пятибалльность сколько застройщику то с доступной средой с доступной средой менеджеры при продаже нам обещали естественно что будет доступная среда это обговаривалось неоднократно мы были с коляской поэтому нам сразу они видели да и когда мы смотрели обзор последний это был если не ошибаюсь март месяц мы здесь уже заметили что есть ступеньки о которых застройщик до последнего молчал для меня это было не аж вы имеете ввиду ступени которые на первом этаже для меня это было конечно большим и ужасным событием потому что у нас коляска ребенок спит в коляске мы сами понимаете что это тяжело это первое второе нам долго не говорили про листы мы уточняли какие листы у вас же по проекту здесь отиски совершенно верно да это второе да ну это наверное а ну конечно а помойку обещали это тоже говорит потому что застройщик был айкумена мы в айкумена живем мы это знаем и наконец-то панорамные окна которые нельзя снимать они не панорамные панорамные окна сказали что панорамные да 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 они не панорамные ну вот поэтому и тройка квартира мне нравится после студии конечно ремонт хороший я например от себя скажу что если вот по отделкам где я смотрел от застройщиков вот здесь у инсу 300 ну намного выше чем у старого реально потому что все что мы с вами видели это принципе такой косметические дефекты основного как у некоторых пыль грязь ничего не работает ну что то здесь можно вас только поздравить с покупкой надеюсь что лен строит очень быстро все исправить и передаст вам новую действительно квартиру спасибо шаговой доступности от дома продуктовые магазины аптеки и многое многое другое друзья район то достаточно приятный и прогулочной зоны и большое количество разных застройщиков есть где погулять посидеть выпить чашечку ароматного кофе детские сады и школы главное чтобы были в них местах у каждого из представленных здесь объектов есть свои плюсы и минусы нужна помощь с недвижимостью обращайтесь мои контакты в описании к этому видео друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи и и Субтитры подогнал «Симон»